МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первый месяц весны на исходе. Даст ли напоследок март жару? Нашей метеогрядки, скажем, нет болезням и вредителям сада. Актуальный прогноз погоды на предстоящую неделю. Демоверсия теплой весны успешно закончилась. Март раздал бонусы и переключился в режим ожидания. Хотелось бы оформить подписку на плюсы солнца, но не знаем где. Тем временем состоялось самое главное астрономическое событие недели. В среду началась астрономическая весна. День стал равен ночи и постепенно увеличивается. Кстати, уже можно говорить, что стартовала и метеорологическая весна. Среднесуточная температура устойчиво положительная. Ну а что ждет Европу в ближайшие дни? О синоптической ситуации на предстоящей неделе расскажет Дмитрий Рябов. Атлантические вихри на следующей неделе продолжат непрерывно контролировать погодные условия над Европой. Почти без прерыва поставляя новые и новые порции влажного теплого воздуха с Атлантики. Югомонная Атлантика будет нести разнообразие и изменчивость атмосферных процессов, неблагоприятные и опасные явления погоды. Итак, в начале недели страны Центральной и Южной Европы будут находиться в поле пониженного атмосферного давления, на фоне которого с северо-запада на юго-восток будут смещаться активно атмосферные фронты. Ожидается облачная с небольшими прояснениями погода. В большинстве регионов ожидаются кратковременные дожди различной интенсивности. Под утро слабые туманы и видимость до километра. Ветер западный и юго-западный умерен и временами порывистый. Температура воздуха днем ожидается плюс 9, плюс 15 поюгу, плюс 16-19 градусов. А у странах Западной Европы ожидается ненастная погода. Ее принесет активный атлантический циклон, который будет медленно смещаться с запада на восток. Ожидается пасмурная погода. Также в большинстве регионов ожидаются кратковременные дожди различной интенсивности днем, даже, возможно, уже и грозы. Ветер южной четверти умеренный, временами порывистый. А температура воздуха днем плюс 10, плюс 17 градусов. В странах Северной Европы за погоду будут отвечать активные атмосферные фронты, которые будут медленно смещаться с запада на восток. Ожидается облачность с небольшими прояснениями погоды. Прогнозируются кратковременные осадки в основном в виде снега. Под утро слабые туманы и видимость до километра. Ветер с северной четверти умеренный, временами порывистый. А температура воздуха днем минус 1, минус 8 градусов. В странах Восточной Европы в большей части недели погодные условия будут определять область высокого атмосферного давления, на фоне которого с северо-запада на юго-восток будут смещаться малоактивные атмосферные фронты. Будет преобладать облачность с небольшими прояснениями погоды. Временами станут проходить небольшое кратковременное осадки в основном в виде дождя. Под утро слабые туманы и видимость до километра. Ветер западный и юго-западный умеренный. А температура воздуха в начале недели ожидается плюс 3, плюс 8. А в второй половине недели потеплеет плюс 10, плюс 17 градусов. Не остаться равнодушной, если животному нужна помощь, смогла жительница Туниса. Вот уже 20 лет женщина спасает бездомных кошек и собак. Подарить свое внимание близким на следующей неделе можете и вы. В какие дни лучше расскажем в нашем лунном календаре. Мысли о новой прическе крутятся в голове уже давно. Лучшими днями для посещения парикмахера станут 26 и 31 марта. Поход к мастеру принесет массу позитива, а волосы преобразятся и приобретут невероятный блеск. Беспокоит боль в зубах? Не откладывайте визит к стоматологу. Запланируйте его на 30 число. Посещение врача поможет предотвратить неприятные последствия. Последняя в марте магнитная буря продлится с 26 по 28 число. В ее первый день солнечная активность будет небольшой, а затем возрастет. Сложный по энергетике день будет в понедельник 25 марта. Возможности не решайте важные дела. 27-го сможете найти потерянную вещь. 28-го попробуйте приобщиться к спорту. Купите абонемент в спортзал. От того, насколько хорошую рассаду мы сможем вырастить, зависит будущий урожай. 26-го числа проверьте сад на наличие болезней и вредителей. И если погода позволяет, можно постепенно снимать укрытия с роз, гортензии, лаванды, хризантем, винограда. 28-го сеете томаты. 30-го – пряные и ароматные травы. Весной наряду с подготовкой семян необходимо привести в порядок и сам сад. Однако с приходом тепла оживают и проблемы. Если вовремя не предотвратить появление болезни и атаку вредителей, это не только снизит репродуктивные способности насаждений, но может даже привести к их гибели. Какие меры принять уже сейчас, узнаем у нашего народного садовника. Обработка сада ранней весной – это обязательная процедура, которая защищает в дальнейшем сад от различных болезней и от вредителей. Ранней весной лучше всего использовать медь, содержащие препараты. Медь очень эффективно прибивает различные болезнетворные споры, и затем растения меньше страдают и подвергаются нападкам различных болезней. К тому же медь, содержащие препараты, отлично работают при небольших положительных температурах. Например, азофоз. В азофозе также содержится медь, а также содержится небольшое количество азота. Хотя растения сейчас не в процессе вегетации, однако азот способен накапливаться в почках и затем благотворно влиять на процессы вегетации ранней весной. Летом, когда на растениях есть листья, мы обрабатываем их 1% раствором азофоза. Но весной можно обрабатывать раствором сильной концентрации, вреда деревьям и кустарникам не будет. Поэтому для обработок можно брать 3% и даже 5% раствор азофоза. Разбавляем это средство с водой и заливаем в опрыскиватель. И равномерно опрыскиваем всю крону дерева, либо кустарника. Медсодержащие препараты держатся на стволах деревьев, на ветвях очень долго, примерно 2-3 месяца, и не смываются дождями. И все это происходит благодаря содержащейся извести в растворе. Первую обработку нужно сделать как можно раньше, когда почки только начинают набухать. Когда уже почки раскрылись, то растворами в такой концентрации работать нельзя. Но если вы на дачу приезжаете поздно, то можно обработать все же растения только в более меньшей концентрации, например, 1% раствором азофоза. И ваши растения будут под надежной защитой. Обязательно обработайте свой сад весной, чтобы летом быть с хорошим урожаем. Спасибо за внимание и до новых встреч! На снимках, присланных в рубрику «Стоп-кадр», вы запечатлели трогательные моменты пробуждения белорусской природы. Пришло время подвести итоги. Напомню, из множества снимков мы выбрали 10, каждому присвоили номер. Затем с помощью генератора случайных чисел определили победителя. На этой неделе приз забирает Сергей Зайцев из Могилевского района. Сергей все знает о перевозке различных грузов. А фотографией увлекается уже 6 лет. Как и обещали приз от телеканала «Зон» с логотипом ОНТ. Сегодня же отправим победителю. А я приглашаю всех участвовать в нашем конкурсе «Стоп-кадр». Размещайте фото с красивыми белорусскими пейзажами, необычными природными и погодными явлениями в социальных сетях телеканала ОНТ. Не забывайте отмечать наш профиль в Инстаграм. Лучшие снимки увидит вся страна, и мы публикуем их в ленте. Кому достанется следующий приз, узнаем через неделю. А сейчас самое время узнать у Дмитрия Рябова, какой она будет. В марте весенние процессы в погоде отличаются непостоянством и периодическими то холодными, то теплыми откатами. Несмотря на прохладное начало, потепление не исключается и в последнюю неделю марта. Такой сценарий может реализоваться по причине выноса средиземноморского воздуха из Южной Европы. Погода станет влажной и теплой. Несмотря на облачность и дожди, среднесуточная температура теперь будет устойчиво положительной. А похолодание, если и будут, то слабые и кратковременные. А вот количество осадков в третьей декаде марта увеличится. Итак, в начале недели управление погодой перейдет к атмосферным фронтам с Балтийского моря. Они принесут с собой плотные облака. В большинство районов кратковременные дожди. Ночью и утром возможен мокрый снег. В утренние часы местами туман. Влажность до 90%. Ветер западный и срозападный умеренный. Ночью минус 3 плюс 3 днем в понедельник. Плюс 7 плюс 10 во вторник до 11 тепла. Однако, уже в середине недели ситуация в атмосфере изменится. Из-за погоды в стороне будет отвечать область высокого атмосферного давления. Она поспособствует появлению в облаках прояснений и до нуля понизит вероятность осадков. Утром местами слабый туман. Влажность до 70%. Ветер южных направлений слабый. Ночью минус 2 плюс 3. Днем в среду до плюс 12. В четверг плюс 11-15 градусов. И предварительно. В пятницу с утра и в течение дня погодные условия начнут определять очередные атмосферные фронты северо-запада Европы. В результате будет преобладать облачность с прояснениями, с небольшими осадками погоды. В утренние часы слабый туман, видимость до километра. Влажность до 90%. Ветер переменных направлений умеренный. Ночью минус 2 плюс 2. Днем плюс 10-14. В последние выходные марта облачность с прояснениями. Локально пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром местами туман, видимость до полукилометра. Ветер южный умеренный. Влажность до 90%. Ночью от плюс 3 до плюс 8. В середине дня в субботу до плюс 15. Воскресенье плюс 14, плюс 17. Субтитры добавил DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал!